Ты спрашиваешь Где бы не были мы Ты спрашиваешь Как выглядит он В нем нет стен И гляни От земли До неба От края До края Ты взгляни И ты вспомнишь Все это Само Это твой дом Это твой дом А глянись Это твой дом Это твой дом А глянись И мудрые знаки Сложатся В нужные слова И эта История Поможет Вспомнить нам О том Потому что Есть хохоровод Наши жизни И судьбы И только Мы вместе Сможем Собрать его снова От земли До неба От края До края От края От края От края От края Все это само И были знамена, но стали они пылью И были картины, но стали они явью Рожденный жизнью круг Однажды познает И неведенный лёд На рассвете растает От земли до неба От края до края Ты взгляни и ты вспомнишь Все это само Это твой дом Это твой дом Оглянись Это твой дом Это твой дом Оглянись Твой дом 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 глубины то совсем нету здесь получается она тут гуляет да а вон за лягушками это какая-то специальная а это лягушка так это лягушка даже какая-то ну понятно и там эти крючки в ней нифига себе еще леску срезал а ого Титайское производство Ну как далеко летит, тяжелая она, да? Змея лов Ну да А просто на блесну ее тоже можно ловить? Нет Нет? Не клюет? Не проледет, ничего А на глубине там не идет она? Она может пролезет А, вон что А вечером тоже в этом месте будете работать? Да Вечером будет Вот так сделано, чтобы она не цеплялась за траву, да? Да А вообще, смотрю, глубины там вообще нет Это просто вот вода большая и она сюда вылезла Можно я поближе такой посмотрю? Да, вот она, да Она вот крючки видите Она вот так, хватит, хватит Вот так, хватает Ой, вот так Прижимай, а потом ты ее сдергаешь А, вон И она крючка высыпляется А так крючки спрятаны Понятно, то есть она укусила ее и схватила все Да, схватила, да А вот его это Вот моя голова это Небо Крепкое Вот Пробить тяжело Ну, интересная лягушечка Я никогда не обращал на них внимание Ага Теперь буду обращать Я тоже рыбака Ага Ну, только я последнее время как-то не езжу Мы с друзьями на Сагдуберу ездили постоянно У нас там земля была Гектар взяли А в этом году мне сказали, что там тигра видели Два раза в моем, там где у меня гектары Я перестал туда ездить Все, крест поставил на этих делах на всех Опасно Экспериментировать я уже не буду Короче, выжил тигр человека Ну, а там рыбаков много ходит Если так, блин, можно встретиться там Вот жду, когда поймаете Вот жду, когда поймаете Вот жду, когда поймаете Да 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 Ну, далеко забрасываете Под самый берег Забрасывает туда Вот жду 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 Около берега Такого большого водоема И такой поселок Село Разгольное И вот ряд коттеджи однотипных Могу ошибаться Но мне говорили когда-то, что это приехали в Якутии Видится светлое Видится светлое Так, мы едем дальше Ну что это дело? Расскажи что-нибудь Вода теплая Это у нас Биробиджанское море Есть грудь Очень глубоко сразу Воды много Здесь никакой станки Можешь передать привет Ну конечно передам Кому передам Кому передам Ну красивое у нас местечко здесь Ну красивое у нас местечко здесь Вот такое место Вот раз Хоп И по берегу можно прогуляться Ну и я конечно всем передаю привет В дальневосточной земли Сегодня еще лето Хорошая погода Отдыхаем Катаемся Бездельничаем Так что гуляем Так что гуляем Вот такой здесь пятачок Музыка Так что рекомендуем Вjinку Поラй Музыка Музыка Еще раз скажу, что это карьер в районе скала Раздольного. На заднем плане видна труба, это построили новую ТЭЦ, но она уже много-много лет, наверное лет в 15-20 точно стоит, не используется, не эксплуатируется. Не знаю почему она не эксплуатируется. Вот тут я стою на, еще раз говорю, этот поселок Переселенцев. Мне кажется, что они уже уезжали через сюда, кто не подходил и спрашивал, кто здесь живет. Он стоит на пустом участке, который не обрабатывается. Разбито стекла. Что говорит о том, что здесь никто не зайдет. А рядом с ним домик, я не вижу, что там тоже какие-то занавески были. Хотя там стоит, здесь вот антенна большая стоит, какая-то телевизионная. А вот этот крайний дом, это дом сдается, можно приехать отдохнуть как турбаза. Вот этот дом турбаза у озера, как оно называется. Мы там были с друзьями, заходили, смотрели. Очень удобный, очень красивый воздух. Сауна. Настоение здесь такое, легкое, зонное. Прямо как около моря морское. Вот этот крайний дом наиболее привлекательный. Такой аккуратный. Камаз стоит, где люди работают. Вот там видны, что люди вот там живут. Дальше она вышла. Второго таза ему прошу, смотрите. Ну, короче, вот такой здесь есть участок. Здесь люди живут, но мы едем дальше. Мы приехали с другого подхода к этому карьеру. Назовем его озеро. Раздорно, несколько ехать. Сейчас, наверное, часов пол седьмого, да? Уже вечер. Ну, народ купается, плещется. Кто-то рыбачит. А вода вот изумительно чистая. Чистейшая дальневосточная вода. Этот карьер напоминает чем-то водохранилище. Новороссийское. Небиджайское водохранилище в городе Новороссийске. Оно ничем не хуже, не меньше, и вода гораздо чище. Уровень воды в этом озере постоянно один и тот же. Он практически не меняется. Он только вот стал больше, а так всегда вода здесь есть. Всегда. Для жителей Биробиджана это одно из таких вот популярных мест, где купаться можно, загорать. И надо отдать должность здесь вот деревьев чистых. Вот такие огромные у нас есть водоемы. Съемка идет другой день, но я это все объединил в один фильм. И пойдем еще посмотрим, где можно подойти к этому водохранилище. И коровы тут мычат, а вот на другом берегу установлен столик и стульчик беленький. Вот бы я хотел там посидеть. На этом месте. Ни комаров, ни мошки, ничего нет. Теплый бриз. Закат. Пло. Безопасно, надо сказать. Ведь население вот тут есть, как я уже показывал. И они могут в любой момент выйти из дома, сюда прийти, покупаться. Порыбачить. В общем, жить около водоема очень хорошо, приятно. Я говорю банальные вещи, но когда я стою сам здесь на этом берегу, я ощущаю, как это хорошо. Понимаю всех людей, блогеров особенно, которые вот катаются по морям, по горам, по всему этим, по другим странам. Хотят поделиться своими впечатлениями. Я делюсь своими впечатлениями, не уезжая ни в какие страны, ни в какие моря. Я живу просто на Дальнем Востоке, в городе Биробиджане, в резкой автономной области. Область маленькая, 150 тысяч населения, в городе порядка 70-75, так вот на обумлазере говорю, простите, если ошибаюсь. И многие, которые имеют денежки встроят здесь, на этом берегу водоема, дома, дачи. И дачи достаточно красивые, обустроенные. Люди видят перспективу жизни в Биробиджане, не уезжают, вкладывают деньги. Ну, надо брать пример таких людей. Добой-ка выехать к этому карьеру. Сейчас мы заедем в туфи какой-нибудь. Ну, ладно. Уключил какой-то. Что это там? Дальше мы не поедем. В тормозе продолжаем искать чудеса в Дальнем Востоке. Вот у нас очередные чудеса. Это вот поле малины. Бескрайнее поле малины. Это все малина. Малина, малина, малина. Вот за моей спиной, вплоть до этого водоема, озера, карьера, все заросло малины. Ну, она уже отцвела, ее уже нет. Эти цветы я вам уже рассказывал. Не забывайте. Пойдем дальше. Посмотрим. Пойдем дальше. Посмотрим. Малина. Малиновая плантация. Здесь тоже малина. Я обязательно останавливаюсь около необычных растений. Вот очередное необычное растение. Я как ботаник. Простите меня, что я останавливаюсь. Но я думаю, вам тоже интересно посмотреть. Вот такие необычные растения. Они еще не распустились. Ну, может быть, они такие должны быть. Потому что они не распускаются. Вот такие листы. Теперь треугольный хором. Ну, а дальше там вот болотистая местность. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Остановлюсь, сделаю фотографию. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот там даже рыбаки вон себе. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Рябочки летают. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Слышите тишину? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот вода здесь очень тихо плещется. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я говорю, услышьте тишину подписчикам канала своего. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Снимаю наше водохранилище. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я не знаю, как правильно его назвать, водохранилище или карьер, или ключи какие-то, озеро. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В общем, как хотите, так его и называйте. В общем, мы на природе. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Но здесь явно машины не ездят там. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здесь уже окраина, и там идет уже лес, болотистая местность до железной дороги. Там идет железная дорога дальше. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Очень тепло. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Бриз такой вот морской. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Буйство красок в море и всяких растений. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Основное, конечно, зеленое. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Может быть, даже здесь кто-то и рыбачит. Место для рыбок. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Какой хороший здесь залив. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот малина прямо до берега, прямо в воде. Вот она. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, это уже прям самая оконечность города Кжан. Дальше там уже ничего нет. Мы заехали в самую крайнюю точку города Кжан. Это точка северная точка. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все связано и взаимосвязано. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА все дальше дороги нет а вот если в эту релку попасть там наверняка много грибов но как туда попасть по вот этому болоту и релка от релки между релками это болото приблизается камера к солнцу эксперимент там будет на экране потом посмотрим вот добрелись доехали где-то мы далеко-далеко оставляя гектар тигром пусть они там гуляют я уже рассказывал что мы два раза видели тигр в районе именно моего гектара тигр меня оттуда выжил село раздольное кстати это не город даже это село это окраина села раздольного это зимой к селу раздольному подходил тигр крайне его дома украл у волок оттуда собаку хозяйка вышла видела порванный поводок но это было зимой надеюсь что они только зимой тут ходят бродят а а а а а а о а ну потому что это уже все это видите трелки болото не машине людей никого здесь нет вот единственное там несколько километров дальше там идет железная дорога даже ее можно увидеть там она по-моему видна железная дорога между релками там провода ну а дальше все там уже лес заказник бастак это территория тигров территория животных что им далеко что ли сюда зайти нет могут прогуляться элементарно я вот удивляюсь что тут машины ездят как они могут прокатиться по этим вот дорогам но что-то вот едут куда-то ну вот короче говоря на этой торжественной ноте в крайней точке биробиджана мы сегодня заканчиваем наше повествование повествование о городе городе под радугой город мечты город добрых хороших людей моих друзей моих родных у меня дети родились биробиджане супруга родилась биробиджане я родился новосибирске но прожил уже очень много много лет биробиджане и не жалею об этом вы обратили внимание смотр можете сами убедиться как у нас красиво как у нас хорошо хоть у нас нет моря у нас есть водоемы есть реки очень много воды солнца бывает больше воды меньше солнца бывает просто солнце ну вот так всего хорошего из биробиджана подписывайтесь на канал валерий осипович рад был вас всех порадовать до свидания до свидания стою вот в воде пока пока